Из-за аварии в Шейметьево в аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов Владимир Путин поручил тщательно расследовать авиапроисшествие, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. По последним данным Следственного комитета, жертвами трагедии с Суперджетом стал 41 человек, в том числе один член экипажа. Ранее ведомство сообщало о 13 жертвах. 78 человек, находившихся на борту Суперджета, загоревшегося в Шейметьево, выжить удалось только 37, сообщили в СКР. Какие первые версии трагедии выдвигаются и как проходила эвакуация пассажиров? В результате жесткой посадки сухого Суперджета 100 в столичном аэропорту Шейметьево и 78 человек, находившихся на борту, выжили 37, заявили в Следственном комитете России. Ведомство дает информацию о погибших именно в таких формулировках. Окончательное количество жертв пока не сообщают, не выдвигают пока СКР и приоритетные версии того, что могло привести к трагедии. Подробности Самолет Суперджет 100, направлявшийся в Мурманск, подал сигнал бедствия после вылета. Он вылетел из Шереметьево около 18.00, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение. Около 18.40 он совершил посадку. Сообщается, что у воздушного судна возник пожар в двигателе еще в воздухе. По данным источника Интерфакса, несколько минут спустя связь диспетчеров с самолетом пропала. Он заходил на посадку в полной тишине. На видео очевидцев, снимавших посадку, можно наблюдать, как самолет с огненным шлейфом, немного погасив высокую скорость, разворачивается почти перпендикулярно взлетной полосе и, что называется, идет юзом. После посадки проводилась эвакуация пассажиров и экипажа по надувным трапам. На кадрах, выложенных в телеграм-каналах, видно, что из стоящего суперджета вырывается большое пламя. Огнем охвачена значительная часть фюзеляжа. На многочисленных кадрах эвакуации заметно, что процесс идет довольно медленно. По словам источника Интерфакса, основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке самолета стала попытка некоторых пассажиров достать с багажных полок вещи. При этом, по словам представителя аэрофлота, эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе полторы минуты. Вот что происходило в этот момент в салоне лайнера. Оказавшись на земле после эвакуации, некоторые пассажиры останавливались и начинали снимать горящий лайнер на мобильные телефоны. По предварительным данным, с момента поступления сигнала о нештатной ситуации до момента посадки самолета прошло около 20 минут. Бывший сотрудник пожарной службы на транспорте Александр полагает, что причиной большого количества жертв могла стать недостаточно профессиональная работа экстренных служб. При поступлении сигналов об аварийной посадке самолета, экстренные службы должны выстраивать спецтехнику вдоль взлетной полосы, куда ожидается посадка борта. Соответственно, для быстрой реакции несколько машин раскидываются в разных частях взлетной полосы. Но мне показалось, что была такая задержка. До самой, вернее, максимальной удаленной точки аэродрома должны прибыть не менее чем за, по-моему, даже 3 минуты. 20 минут вполне достаточно, даже более чем, потому что это все находится на территории аэродрома. Там на секунду идет расчет, там надо очень быстро срабатывать. Я предполагаю, что до последнего думали, что обойдется и не знаю, по какой причине не сообщали. Часть пострадавших сразу после приземления была отправлена не из Клифосовского, а о характере травм телеканала Москва-24 сказал главврач больницы Владислав Мирзунов. Две женщины, один мужчина. Женщины в тяжелом состоянии, обе. Там ожоги до 30% и отравление продуктами горения. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, отравление продуктами горения. Все необходимые мероприятия сделаны. Медицинская помощь оказывается сразу с момента поступления. Сейчас у нас уже находится консультант Свишневского. Вот я слышу, что садятся вертолеты. Будем переводить в Москву. Владислав Мирзунов. По данным аэрофлота самолет был застрахован в двух компаниях альфа-страхований САГАС. Пострадавшим и родственникам погибших пассажиров положена компенсация, подтвердили во Всероссийском союзе страховщиков. При гибели пассажира страховая выпада составляет 2 миллиона 25 тысяч рублей. При причинении вреда здоровью до 2 миллиона в зависимости от тяжести полученных травм. Эти лимиты распространяются на членов экипажа. Расследование ЧП в Шереметьево передано в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Премьер Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию всех обстоятельств происшествия. Экипаж аварийной Севшо в Шереметьево Суперджета Аэрофлота подтвердил, что самолет почти сразу после взлета попала молния, после чего отказала автоматика. При посадке лайнер дважды ударился о взлетную полосу и загорелся. По последним данным Следственного комитета, из 78 человек, находившихся на борту, выжить удалось только 37. Ранее ведомство сообщало о 13 жертвах. Растет количество жертв авиапроисшествия в Шереметьево. Если в первые часы после инцидента Следственный комитет сообщало о 13 жертвах, то около полуночи ведомство заявило, что из 78 человек, находившихся на борту, выжили только 37. Лайнер принадлежал Аэрофлоту. Борт летел из Москвы в Мурманск, но через полчаса после взлета был вынужден вернуться обратно в Шереметьево. Причиной возвращения стал отказ радиосвязи. Экипаж какое-то время поддерживал связь с диспетчерами на аварийной частоте, но потом и она пропала, сообщил источник Интерфакса. По его информации, самолет не смог приземлиться с первого раза из-за чрезмерно высокой скорости. При повторном заходе на посадку отказала вся автоматика. Когда лайнер коснулся земли, его уже сопровождал огненный шлейф. Очевидцем ЧП стал немецкий журналист и общественный деятель Йен Зигерт. Вот что он рассказал о Бизнес-ФМ. Пришел в аэропорт и видел, как горит лайнер на посадочной полосе. Это произошло только буквально несколько минут, пока табло показывает все нормально. Все в ожидании, никто ничего не знает. Видно, что там какие-то службы подъезжают. Да-да-да, вот самолет окружен пожарными машинами, скорая помощь всякими другими машинами и тушит, конечно. Обстановка, вот на ваш взгляд, внутри аэропорта более или менее... Абсолютно спокойно. Единственная разница в обычной ситуации, то, что много людей стоят на окнах и смотрят. И, к сожалению, все это снимают на своих телефонов. Немецкий журналист Йен Зигерт, несмотря на большое количество жертв, командир кораблей и экипаж действовали профессионально, уверен, заслуженный пилот СССР. Председатель комиссии по гражданской авиации, общественного совета Ространснадзора Алекс Мирнов. Уже можно говорить о действиях экипажа как высокопрофессиональными и высокограмотными. У нас, как у профессионалов, возникают только некоторые вопросы уже. Почему не сработали автоматические системы пожаротушения, которые присутствуют на всех типах современных самолетов, в том числе и на супережете 100? Обычно, если это касается двигателей, то там три очереди пожаротушения. Первая, вторая очередь автоматическое пожаротушение. И если они сработали или сработали неэффективно, то вручную командир корабля и экипаж включает вручную третью пожарную систему, резервную. Черные ящики целы, их расшифруют буквально на днях. Высокопрофессиональное мастерство командира корабля и экипажа привело к почти невозможному. Потому что пожар на борту воздушного судна, он развивается настолько быстро, катастрофически, что воздушное судно, как правило, не успевает долететь до земли. И что-то у него перегорает, что-то отваливается там и так далее, и так далее. Олег Смирнов, между тем независимый технический эксперт Юрий Антип, уверен, что экипаж мог сработать получше. Он отмечает, что сначала стоит разобраться, либо самолет загорелся в результате жесткой посадки, в этом прямая вина командира воздушного судна, либо лайнер, как сообщили ранее агентство, вспыхнул в воздухе. Если экипаж смог сообщить об этом на земле, то недостаточно профессионально сработали экстренные службы Шереметьево. При такой ситуации они были обязаны создать пенную подушку на полосе и ждать горящее судно. Либо экипаж запросил экстренную посадку по другой причине, то есть не из-за пожара на борту, потому что непонятно, нестыковка идет, почему во время выбега мы не видим на ВПП никаких машин экстренных служб. Я имею в виду пожарная машина и так далее. Если самолет идет на посадку с горящим соломом, почему никого нет на ВПП? Либо информация о том, что он горел еще в полете, она неверная. Второй момент. В любой ситуации пилот обязан сделать мягкую посадку, даже если у него горит салон. Потому что жесткая посадка, когда самолет падает фактически на двигатели и на крылья, это наоборот усугубляет еще ситуацию. Здесь самолет, условно говоря, плюхнулся. Может быть, как раз когда он плюхнулся и ударился двигателями о ВПП, вот в этот момент как раз начался пожар. Тогда это полностью вина уже получается пилотов. По поводу действий экипажа, который находится вне кабины, то есть это стюардессы. Совершенно грамотно. Видео зафиксировало, что как только самолет остановился, тут же открылись двери передние и выброшены дубные трапы, по которым стал народ быстро сам эвакуироваться. Сами эвакуировались без всяких экстренных служб, которые должны были находиться уже к этому моменту около самолета. И что могло послужить возгоранием, если, предположим, оно случилось в полете. В хвостовой части может гореть только ВСУ, это вспомогательная силовая установка. Но во время полета эта установка отключена, но к ней подходит топливопровод. То есть либо возгорание произошло в этом месте, где подходит топливопровод, либо в хвостовой части, условно говоря, кто-то зашел из пассажиров в туалет и начал курить. Из-за этого начался пожар. Об этом тут же узнают все экстренные службы аэропорта и встречают самолет. Этого мы не видим. Поэтому вот этот момент остается для меня непонятным. А какие-то были предположения относительно того, что молния ударила? Ой, это настолько нереально, потому что самолет на это рассчитан, что в него бьют постоянно молнии. И к пожару это не приводит. Версия от Лукао. Независимый технический эксперт Юрий Антипов. Аварийный суперджет был построен на заводе гражданских самолетов Сухого в Комсомольске-на-Амуре. Первый полет выполнен 21 июня 2017-го. До жесткой посадки в Шереметьево никаких серьезных происшествий с ними не происходило. Подробности. Сухой суперджет-100 российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Это первый самолет, разработанный в России после распада Союза. Выкатка первого опытного экземпляра состоялась в 2007 году. Четыре года спустя самолет получил сертификацию в МАК, а в 2012 сертификат Европейского агентства по безопасности гражданской авиации. В течение следующих семи лет на лайнерах Сухой Суперджет-100 произошли несколько аварий. Уже в мае 2012 года крушение потерпел предсерийный экземпляр Сухой Суперджет-100 в ходе демонстрационного полета. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причиной катастрофы стала ошибка пилотирования. В июле 2013 года еще один предсерийный Суперджет-100 и модели приземлился с убранными шасси. На борту находились 5 человек, один из них получил незначительные травмы. У самолета был поврежден правый двигатель, после ремонта он продолжил полеты. Предпоследней аварией стала нештатная ситуация на борту Суперджета, выполнявшего посадку в аэропорту Якутска в октябре прошлого года. Самолет, принадлежавший российской авиакомпании «Якутия», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 92 человека. Жертв не было, четверо пассажиров обратились за медпомощью. В последствии различные модификации сухого Суперджета-100 предлагались Армении, Индонезии, Ирландии, Лаусу, но из-за проблем с высокой стоимостью запчастей и длительными поставками не отказались от самолета. Сейчас Суперджеты за рубежом эксплуатируют в Мексике, Казахстане и Таиланде. В России Лаоне распользуют около 10 авиакомпаний, в их числе летный отряд России, перевозящий первых лиц. Кроме того, машины эксплуатируют МЧС и МВД. Любые выводы об ограничении полета в Суперджетов-100 преждевременно заявили в Росавиации.